Что такого сделал ваш друг-подруга, что вас мгновенно возбудило? Это было относительно недавно. Мы с моей подругой договорились о встрече у неё дома, чтобы покрасить мне волосы. Всё было нормально, ровно до момента мытья головы. Я встал на колени и опустил свою голову над ванной, а моя подруга встала надо мной, и ещё её грудь слегка прижималась к моей спине. Но то, что меня окончательно чуть не добило, это её руки. Она будто массировала кожу моей головы. Я просто получал удовольствие и пытался удержаться от проявления внешних факторов возбуждения. После этого мы ещё час болтали на кухне, и это было чертовски классно. Клянусь, лучше этого дня не будет в этом году. К слову, на момент того события она мне очень нравилась. Скрывать не буду, она и сейчас мне очень симпатична. Однако я не смог ей признаться. Сейчас у неё есть парень, и общаться мы стали очень редко. ПС, в ходе всего нашего общения я замечал намёки с её стороны, но я всё же не до конца был уверен. Однако я боялся сделать шаг. Для меня это было слишком сложно, так как для меня подобные чувства впервые. Ребята, как вы знаете, монетизации на русском ютубе сейчас нет. А деньги нужно как-то зарабатывать, собственно, жить там, деньги там, питаться, вот это всё. Поэтому рекомендую зайти на наш Бусти, посмотреть пару видосов, оформить подписку, там, 100 рублей в месяц всего лишь. А я как-то буду, ну, типа, питаться, ну, за этот счёт, наверное. Всем спасибо, кто оформил подписку. Кто оформил подписку, всем благодарю. О, я буквально разрушитель подобных моментов. Сразу вспоминается пару случаев. Детский лагерь. Мне 17 лет после тренировки. Не удивляйтесь, просто наш отряд был юнормейским. Сижу в немного удручённом расположении духа. Внезапно подбегает одна девушка из нашего отряда и плюхается рядом со мной. В целом ситуацию, когда рядом с тобой садится разгорячённая тренировки красавица в открытой спортивной форме, уже можно назвать довольно возбуждающей. Но основная загвоздка не в этом. Загвоздка в том, что данная товарищ моя приятельница, и она решила меня подбодрить в своей обычной манере. Подбодрить в её манере означает либо ударить со всей дури по спине, либо приобнять за плечо и притянуть к себе. Мои рефлексы сработали моментально. Спасибо, РБ. Я резко отодвинулся в сторону, якобы уступая ей побольше места на скамейке. А её рука, уже занесённая для того, чтобы схватить меня за плечо, ложится на скамейку. Казалось бы, на этом можно и закончить, но вы плохо знаете мою подругу. Если ей надо кого-то пожалеть, её ничто не остановит. Придвинувшись поближе, она прижимается ко мне и кладёт голову на плечо, параллельно вопрошая, что не так с моим настроением. Собрав всю силу воли в кулак, я отгоняю от себя мысль о том, что было бы неплохо посидеть так подольше, и перехожу в контратаку. Резко приобнимаю её одной рукой за талию и говорю какую-то глупость по типу, у меня-то настроение отличное, а вот вы, миледи, явно в плохом расположении духа, разложитесь на кого попало. Наградой за подобную наглость мне служил ощутимый тычок под ребра и возмущённый взгляд подруги. Атмосфера была полностью сломана. Зато я остался сидеть довольный с мыслью о своём непробиваемом женскими чарами мужском духе. Второй случай был в санатории. Была там одна девушка, которая часто жаловалась на спину. Не было ни одного случая, когда она бы не пожаловалась на тяжесть в спине, сидя за общим столом в столовой. И в один из таких случаев я предложил ей помощь, мол, раз тебя так сильно беспокоит спина, то давай я тебе сделаю массаж, так как немного в подобном разбираюсь. Поначалу девушка отмахнулась, но немного погодя, всё же подошла ко мне и сказала прийти к ней в комнату после обеда, когда её сожительницы по комнате упрутся к морю. Придя к указанному времени в комнату, я выбрал кровать с матрасом пожёстче и сказал девушке располагаться. Девушка легла на живот и задрала свою кофту, оголив спину. Абсолютно без одни мысли, я сказал девушке, что верхнюю одежду лучше всего снять, так как она будет мешать работать с шеей. Атмосфера неловкости и так наполняющая комнату загустела ещё сильнее и по ощущениям превратилась в кисель. Уши девушки заметно покраснели, но она всё же не вставая с кровати, стянула с себя кофту. Честно говоря, под кофтой у довольно невзрачной на вид девушки было на что посмотреть, пусть даже со стороны спины. Но я твёрдо решил вести себя максимально профессионально. Предварительно осмотр показал, что искривление находится где-то в районе грудной клетки. Первая мысль – грудной сколиоз. Но тут, как всегда, нарисовалась проблема, а именно слишком широкая застёжка лифчика, закрывающая чуть ли не половину спины. Я решил пойти на отчаянный шаг, заявив, что застёжка будет мешать массажу. Уши девушки стали напоминать перец чили. Атмосфера неловкости в комнате стала настолько плотной, что грозилась превратиться в чёрную дыру. Тем не менее, застёжка была расстёгнута, а девушка от смущения, кажется, решила срастись с кроватью. Зато мне стало ясно, что никакой это не сколиоз, а самый настоящий кифоз, так ещё и с характерным горбом. По завершению массажа, судя по красным ушам и щекам, а также обильному потоотделению, девушка была либо смущена, либо возбуждена, либо напугана. Я же попрощался с ней и напоследок показал несколько движений для самомассажа и ушёл довольной победой профессионализма над гормонами. Мой мужчина никогда не трогал мою голову, редко трогал руки, уши и так далее. В последнее время он совершенно не уделял мне внимания. Однажды его друг позвал нас погулять. Мой парень не хотел идти и решил отпустить меня с другом. Мы гуляли тогда 15 часов подряд. 15! До этого я 3 месяца сидела дома и вот так за один день решила нагуляться. Под конец прогулки я уснула на плече у друга. Он решил позаботиться обо мне и сделал массаж головы. Его руки были настолько нежные, что я утонула в этих чудесных ощущениях. Такой ласки я не испытывала никогда. Вскоре мой парень бросил меня, так как нашёл другую, а я не унывала и начала встречаться с его другом. Я сидела рядом со столом, об который частенько ударялась, когда смеялась или резко откидывала голову. В одной из таких ситуаций друг успел подставить свою руку между моей головой и столом, а после, когда опускал её, нечаянно провёл по шее. В итоге я непроизвольно возбудилась. Дальнейшие минут 15 мне было неловко даже в глаза ему смотреть. История, которая произошла со мной недавно. В общем, у нас была школьная экскурсия. Мы собирались ехать на автобусе назад в школу. И моя подруга, с которой я ехал, я ехал не с ней рядом, но я видел её. Внезапно сказала, всё, мне жарко. И с этими словами сняла кофту, а под кофтой у неё была майка-бюстгальтер. В общем, я примерно две минуты пытался потушить мой пыл, прежде чем смог нормально с ней поговорить. Из нестандартных была парочка случаев. Первый был в седьмом классе. Мы тогда с одноклассницей и по совместительству единственная девушка-друг ехали в автобусе. Я предложил сыграть в гляделки. Она согласилась, и мы начали пристально смотреть друг другу в глаза. И спустя пару секунд я почувствовал сильные эмоции и чувства в паховой области. Это было так офигенно, почувствовать возбуждение не от голого тела или воображения, а от прямого взгляда. П.С. В то время я был очень застенчивым, и я никому не смотрел в глаза. Напишу интересный случай с прогулки, но возбудили не меня, а я. Мы с лучшим другом шли по набережной и общались с его друзьями по видеозвонку. И у нас с ним зашёл спор, что я не смогу застонать при нём. Отобрав телефон, я уже хотела начать стонать, как в этот момент он обнимает меня сзади за талию, чтобы вернуть телефон. И в этот самый момент я начинаю стонать довольно громко. В этот момент он, бедный, аж отпрыгнул от меня с удивлением и не подходил ещё около получаса. А видеозвонок быстро завершился. Этот случай мы вспоминаем до сих пор и смеёмся вместе с ними и другом. Есть одна история, которую я вспомнил. Первый раз, когда я возбудился о девушке. Как-то раз поехал в деревню к родителям отчима. Одна из его родственниц была девчонка моего возраста, 15 лет. Назовём её Катя. В общем, некоторое время мы особо не общались, но в один из дней начали. И она оказалась реально интересным человеком. Потом как-то это переросло в подушечный бой. И через пару минут я уже обхватил её за талию. И мы кружились и рожали на весь дом. Бесились в общем. И честно, это был невероятный кайф. Просто обниматься и беситься с девчонкой. В мае 25 числа был последний день учёбы. Уроков не было, а на улице было плюс 40, не меньше. Нам было очень скучно. И моя одноклассница предложила измерить рост в шкафу, который стоял сзади комнаты. Чтобы после каникул проверить, насколько мы выросли. Я довольно высокая. Когда пришла моя очередь измерять рост, ко мне прижался мой хороший друг. Он взял карандаш и медленно обводил его вокруг моего роста. Он был ко мне так близко. Он выше меня всего на 2-3 сантиметра. Почти одного роста. Он сильно комплексовал из-за этого. Но в тот момент я почувствовала себя дюймовочкой. Я сильно засмущалась из-за этого и, возможно, даже возбудилась. Я сжала губы и посмотрела вниз. И увидела, как он стоит на носочках. В тот момент я поняла. Это любовь. Еще месяц назад до этого произошла почти такая же история. Я весь день ходила в черной маске. Мне казалось, я выгляжу круто. На пятом или четвертом уроке он сказал мне снять маску. Когда я спросила, почему, он ответил, что хочет увидеть мое лицо. Полная тишина. Мы таращились друг на друга несколько секунд. Не скажу, что мы хорошие друзья. Иногда мы можем вести себя как совершенно чужие люди. А иногда как самые близкие кореша. Мы часто ссоримся и материмся друг на друга. Но это не мешает летать бабочкам в животе. Недавно я узнала, что переезжаю в Москву. И остаток своих школьных дней я проведу там. Мы не признались в чувствах не потому, что боялись отказа. А из-за гордости, которая построила стену. Странно, но он всегда опровергал тот факт, что я ему нравлюсь. У него светло-карие глаза. И когда я смотрела в них, зрачки всегда расширялись. Так по-детски. Не думаю, что когда-то его забуду. Он моя первая любовь. А самое грустное в том, что я не смогу прийти после каникул и сказать ему. Чувак, ты так вырос. Мое сердце разбито. Хах, у меня подобное произошло на первом курсе, когда мне надо было уезжать в родной город на каникулы. Подруга из другого колледжа не просто обняла меня, а прижалась, кажется, всем, чем только могла. И продолжительное время не хотела отпускать. И все это время у меня была буря эмоций от «лиш бы не встал» до «боже, как это офигенно». Возможно, это был мой шанс, но я был слишком молод и неопытен. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш бусте. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!